14 ноября – Международный день логопеда. В Апатитах в честь этого события прошла встреча логопедов со всей Мурманской области. Для них это уже традиция – свой профессиональный праздник – обсуждать приемы, которые помогают исправить дефекты речи. Шо, шо, шо! Мы живем хорошо! Логопеды – люди с юмором. Свой профессиональный праздник они начали со сценки. Зарисовка на тему, как важно четко и слаженно говорить, открыла двухдневный марафон для дефектологов. Собираться 14 ноября – традиция, которую логопеды соблюдают в 6 лет. Придумали ее апатитчане из детского сада номер 10. В этот раз участников 200 человек. Присутствует Умба, Кельдинстрой, поселок Молочный, Лавозер и другие. Обсуждают профессиональные методики. Современные дети, по наблюдениям педагогов, в большинстве страдают нарушениями речи. Потому что у них с детства планшет и мультики. Там не нужно общение. Там картинка мелькает, соответственно, речь не формируется. Если раньше дети приходили на консультацию, они знали много потешек, стихов, все стихи Агния Барто были наизусть. И сказки – курочка-ряба, колобок, репка – это была классика. Сейчас приходят дети, они не знают ни одной сказки, ни одной потешки. А вот как выглядит урок с логопедом. Используют форму игры. Творческий подход, внимание к детям дают результаты. Исправить можно любой дефект, даже заикание. Нужно время хотя бы два года. У логопедов на встрече стаж минимум 16 лет. Делятся опытом. Я вот несколько лет делилась, поскольку я работаю очень давно, с детьми с тяжелыми нарушениями. Речи с диагнозом малолея. И я несколько лет представляла этот опыт работы. В общем-то, я как бы первопроходец в данной работе. Логопеды поздравили друг друга с праздником. Марафон получился веселый, творческий и полезный. Все методики и наработки сотрудники детских садов применят на практике. Продолжение следует...